Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение книги Табита и мы будем читать 14 главу этой книги. В 13 главе мы читали песнь Табита, где он прославляет Иерусалим Церковь, Небесный Иерусалим и Небесную Торжествующую Церковь. И окончил Тавит словословие, то есть 14 глава, она как бы вытекает из 13. Он был в 88 лет, когда потерял зрение и через 8 лет прозрел, и творил милостыни, и продолжал быть благоговейным пред Господом Богом и прославлять Его. То есть болезнь, она не сломила его дух. Наконец он очень состарился и призвал сына своего и шесть сыновей его. То есть у Тавии родилось шесть сыновей от брака с Сарой. «И сказал ему, то есть Тавит сказал Тавии, сын мой, возьми сыновей твоих, вот я состарился, и уже на исходе жизни моей, отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Неневия будет разорена, как говорил пророк Иона». Мы помним, что пророк Иона ходил в Неневию и сказал, что этот город погибнет. Но так как жители этого города раскаялись, то Бог отсрочил приведение этого приговора на некое время. «А в Мидии будь спокойнее до времени. Братья наши, находящиеся в Отечественной земле, будут рассеяны из всей доброй земли, Иерусалим будет пустыней, и дом Божий в нем будет сожжен, и до времени останется пуст». Здесь мы видим, что в Неневии почитание пророка Ионы не прекращалось. И вот эти его слова о том, что Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, народ рассеян. Скорее всего, тут речь идет о том, что первое пленение было сирийское, а потом второе — вавилонское. Именно при вавилонянах разрушен был Иерусалим и храм. Значит, события книги Тавита можно отнести к периоду между ассирийским пленением и вавилонским. Хотя комментаторы не всегда с этим соглашаются. Пятый стих. «Но опять Бог помилует их, то есть людей, и возвратит их в землю, и воздвигнут дом Божий, то есть когда окончится 70-летнее вавилонское правление, не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века». Мы сейчас тоже восстанавливаем храмы, но они не будут уже такими, как это было до революции. И здесь сказано, что не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века. «И после того возвратятся из плена, построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века, здание величественное, как говорили о нем пророки». То есть как бы в первый век существования второго храма он не был очень величественным, а потом он был очень сильно расширен и отстроен во дни Ирода Великого. «И все народы обратятся и будут истинно благоговеть перед Господом Богом и не спровергнут идолов своих, и все народы будут благословлять Господа». Вот это исполнилось в формате церкви, а Иерусалим — это образ церкви. «И его, то есть Бога, народ будет прославлять Бога». То есть народ Бога будет прославлять Бога. «И Господь вознесет народ свой, и все истинные, праведно любящие Господа будут радоваться, оказывая милость братьям нашим». То есть будет забота верующих друг о друге. «Итак, сын мой, выйди из Неневи, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона». То есть в одни пророк Иона только отсрочка была дана, а пророчество оно все равно исполнится. «Ты же соблюдай закон и повеление, и будь любомилостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе, похорони меня прилично, и мать твою со мною, и потом не оставайтесь в Неневи». Похоронить прилично – это значит с молитвами, это значит оплакивать родителей, это значит милостыню раздавать перед гробами их. «Похорони меня прилично, и мать твою со мною, и потом не оставайтесь в Неневи. Сын мой, смотри, что сделал Аман с Ахиахаром, который воспитал его, как он из света привел его в тьму, и как воздано ему». То есть этот мир Ассири – это мир интриг. Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие, сошел во тьму, то есть в адскую преисподнюю. Но это говорится и о еврейских царях тоже. То есть интриги были и в Ассирии, они были в Вавилоне, и в Израиле, и в Аудее. «Монассия творил милостыню и спасен от смертной сети, которую расставили ему. Аман же пал в сеть и погиб». Пал в сеть и погиб. Имеют в виду события, которые также описаны в Писании. «Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спасает справедливость». Мы уже знаем, что милостыня останавливает даже смерть. Мы это узнаем из книги Тавита. «Когда он это сказал, душа его оставила, его на ложе. Было же ему 158 лет, и сын с честью похоронил его». Тавит умирает. Поэтому мы можем предположить, что эту часть книги Тавита написал Товий, потому что прямая речь исчезает при чтении книги Тавита. И уже тот, кто дописывал, продолжает эту поесть. «Когда умерла Анна, он похоронил ее с отцом своим». Анна – это мать Тавии, и он похоронил ее с отцом своим, с Товием, оплакал. «После того Товия с женой своей, с детьми своими отправился в Экбатаны, к Рагуилу, тестью своему, и достиг честной старости, то есть он исполнил завещание отца, покинул Ниневию, этот город великий, и похоронил прилично тестью и тещу своих, как и других родителей, и получил в наследство имение их и Тавита, то есть отца своего, и умер в 127 лет в Экбатах, Танах Медийских, но прежде нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, то, что проповедовал пророк Иона, и то, что было только отсрочено во дни пророка Ионы, то, что люди покаялись. Это значит, покаяние может отсрочить гибель этого мира, но только на какое-то время. Но прежде нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, которую пленил на Вахудоносор и Асуир, то есть нападение Вавилона на Ассирию, и возрадовался перед смертью о Ниневии. Вот здесь возникает вопрос, о чем он возрадовался. Во-первых, что пророчества исполнились, а потом он мог возрадоваться и о тех радостных днях, которые он имел в своей жизни, живя в Ниневии, в этом городе великом, который существовал под сенью пророчеств пророка Ионы, о котором мы знаем, что пророк Иона — это пророк, который знал характер Бога. И хотя Бог сказал Ионе, «Пойди в Ниневию и скажи, что город погибнет», он отказался идти, потому что он знал, что если он скажет людям, они покаются, и Бог отсрочит наказание. И он сел на корабль и поплыл в противоположном направлении. Но Господь вернул его назад через пузо кита, огромной рыбы, которая его проглотила, потом выплюнула на берег. Поэтому радость о Ниневии — это, конечно, может быть радость о гибели нечестивых, но это и воспоминание о своей молодости, о своем детстве, когда под сенью пророка Ионы они жили в этом большом городе. ap 다ем, нечестивึ yapам, А Allow me for кое-как Illibery всюку. Продолжение следует...